всем привет друзья и так что делать если при замене салонного фильтра на крыльчатку вентилятора отопителя попала листва вот а небольшое коротенькое видео об этом то есть нужно снять вентилятор делается это очень просто один саморез и два крепежа то есть надо отщелкнуть и достать вентилятор отопителя салона дальше посмотрите что было вот этот один листик вот он и давал говоря фильтр вытащил на фильтре было много мобили вот сейчас нормально дует из-за одного листочка было такая вибрация небольшая при работе вентилятора отопителя салона приехала машинку на т.о. 20000 сделали т.о. при замене салонного фильтра очень много листвы там скопилось и один из листиков упал ниже на вентилятор и был небольшим было небольшая вибрация вот пришлось снять моторчик и устранить это дело вытряхнуть листок так что если у вас получилось так что после этого получено происходит какая-то вибрация при максимальных оборотах на любых оборотах вентилятора отопителя это не обязательно вентилятора сам моторчик вышел из строя это может поднести то есть какой-то пыль листву какую-нибудь веточку маленькую так что ничего страшного можно вернуться в дележский центр и вам обязательно все это дело устранят всем привет друзья тут меня с роликом маленечко затроллили по поводу обогрева лобовое стекло типа долго ну конечно там достаточно одной минуты чтобы вот это налить удалось но я хотел так скажем создать эффект побольше поэтому раз расстояние снега но весь не который был на лобовом стекле оттаял его долго вот у нас сегодня автовоз приехал машинки с автовоза грузили сейчас немного прогреем синий значок с левой стороны обязательно нужно погаснуть и тогда можно совершать движение но аккуратно без каких-то дополнительных перегазовок больших оборотов ну в общем говоря нам нужно чтоб машина прогрелась и желательно сегодня у нас морозить небольшой 13 минус 13 минус 14 все равно нужно машину прогревать желательно до рабочей температуры и тем более автомобиль новый масло так скажем завода залита обкаточная да вот и поэтому лучше на двух тысячах сразу даже не дожидаясь 2000 если у вас живете в сибири либо на севере не дожидаясь 2000 поменять масло сразу можно так как у нас клиенты это делают тоже сразу меняет масло а потом остальное все доделать на двух тысячах над его приехать так что о чем давайте так подогрев включим сидений дальше включим мы сейчас наверно не включим да мы не включим потому что не активирован предохранитель который отвечает за мультимедиа система в общем надо пойти активировать сейчас пойду активирую и посмотрим как раз вот по поводу получаем подогрев прошла нагрузка на генератор вот смотрим как она отогревает просто налить ну то есть надышали в машине пока с автовоза сгружали музыка как раз кстати вот смотрим как она будет подогревать отогревать секундомер не взял с собой ну вот полосочки пошли нагреваться она все-таки до минус 10 как бы да она все-таки быстро отогревается минус 13 минус 14 соответственно подольше в общем пока развернулся поехал но вот не реально то есть минута 2 если допустим налить снаружи и так скажем запотевание снутри реально минуты три вот в мороз минус 14 минус 13 нужно будет вот они полосочки нагрелись то есть снаружи отогрелись вот снутри начали отогреваться то есть заметьте что вентилятор он не включен здесь вот смотрите видите уже вода здесь скопилось то есть отогрелась для того чтобы это вся влажность исчезла потом печка включаете на снаружи она уже отошла сюда короче говоря чем сильнее мороз тем чуть чуть подольше она отогревается но до минус 10 минус 5 да там минута меньше вот смотрите вон там уже оттаивает уже капли скопились и вот здесь так же уже капли все налить отошла ладно поехали работать дальше пользуясь случаем сниму видос смотрите тига 4 уплотнитель дверей ну вот как бы сюда ничего не закидывает уплотнитель и дверей они работают эффективно закидывает так передние тоже не закидывает но вот сюда вот подбирается немного все равно но по крайней мере вот этот порог чистый ну да не так грязи много как допустим без них и почему еще он закидывает том что здесь вот нет пластиковых порожков которые здесь крепится на первых моделях вот если помпа был бы резинка плотнее прижималась бы тогда вот сюда бы вот не закидывала ничего так что приобретайте пластиковые порожки обязательно